продолжим вот каждый из нас по жизни каждодневно выполняет какую-то работу работаем мы то ли по дому работаем то ли работаем на работе с деньги за это получаем вот либо кому-то помогаем так вот как мы должны относиться любой выполняемой работе что-то делаем да и вот на этом пути на пути сознательной духовной эволюции мы же не можем сидеть без дела да мы должны что-то делать мы делаем так вот кажется вполне естественным но обычно человеку кажется вполне естественно что мы должны быть заинтересованы в результатах своего труда вот обязательно быть заинтересованы в том что мы делаем а что такое заинтересованность заинтересованность от первых беспокойство да мы беспокоимся согласно если заинтересованы какие-то результаты я предвижу то есть мы беспокоимся и в нашем сознании равно как и критика со стороны по поводу содержания работы как ее оценят у нас всегда где-то присутствует присутствует всегда мы напряжены ваша работа будь то выполнение каких должностных обязанностей или мыть ее посуду дома она должна перестать быть любимой и нелюбимой она должна перестать быть приятной или неприятная даже перестать быть интересной или неинтересной полезной или бесполезной то есть не нужно любой труд любую работу вот такими категориями как бы оценивать как то странно да мы же не привыкли этого делать у нас обязательно какая-то оценка происходит так Так вот, ставшая на путь сознательной духовной эволюции, должна равным, незаинтересованно относиться к любой работе, к её результатам. Как это так? Незаинтересованно относиться к любой работе, к тем результатам, которые в результате её выполнения следуют. Так вот, пока ум наш во всё вмешивается и пытается навязать свою точку зрения, это кажется нам невозможным. Но как только мы убираем нашу, успокаиваем нашу и начинаем выполнять работу, то как мы её должны выполнять, если мы без ума её выполняем? Абсолютно добросовестно. Так что любую работу надо выполнять добросовестно, независимо от того, нужная она, ненужная, полезная, бесполезная, результаты какие-то там будут. Вот выполняющего добросовестно, значит, ты находишься в состоянии медитативном. Ты находишься в самом процессе выполнения труда. И тогда труд любой будет доставлять вам радость, поскольку в процессе работы у вас идёт этот поток. То есть вы всегда будете с радостью выполнять эту работу. Независимо от того, какой она может казаться уму или сторонним наблюдателем. Бесполезный, тупой. Не случайно монахов там приучали просто перетаскивать песок из одной кучи в другой. Вот перетаскивать тупо туда-сюда, туда-сюда. Медитативно. То есть любой труд должен стать медитативным. Для этого мы должны с вами присутствовать в реальном моменте времени. То есть выполняя работу, не думать ни о результатах, не думать, так сказать, о том, интересное или неинтересное. Просто быть в процессе самого труда, находиться в процессе выполнения работы самой. То есть в ней быть, в этой работе. И как только вы научитесь это делать, то любая работа для вас будет приятной. Приятной в смысле медитативности, в смысле, так сказать, радости внутренней. Я дома начинал с того, что мыл горы посуды, стирал вручную бельё, всё. И долго сопротивлялся покупке стиральной машины. Говорю, я буду стирать всё сам. Мне так было это интересно, безумно интересно было. Выжимать вот это, вот всё, процесс совершенно, так сказать, фантастически для меня было это интересно. Меня всё время удивляются люди, как так вот, это же, ну, говорите, надо побыстрее, там, скомкал, выбросил. Нет, вот это было удивительно. То есть я много почерпнул, вот, в части, так сказать, медитативного труда, именно по дому, вот, полняя домашнюю работу. Мне было так это безумно интересно, вот просто безумно интересно. И в конце концов, когда купили стиральную машину, и я остался, так сказать, без работы, я сидел с котом и смотрел, как бельё переваливается вот в этой вот, ну, в агрегате. Мы сидели с ним, и они говорят, что ты как идёт, смотришь, я говорю, мне интересно. Вот оно там крутится как-то, щёлкает что-то, пена какая-то идёт. Вот мы с котом сидели, кот смотрел, и я. То есть я настолько привык вот к таким медитативным действам. Вот копать где-то, и безрожь, ну-ка, иди там, покопай. Ну, кому-то приедешь, у меня дальше нет, я счастливый человек. Машина нет, вообще я супер счастливый человек. Забот нет, лишних. Вот, но кому-то вот приедешь, там, покопать. Ради бога, вот покопать с удовольствием, могу покопать. Вот, какие-то бесполезные, казалось бы, вещи тоже могу делать. Это вот как ненужным окажется, ну и хорошо. А я помедитировал вроде, побывал в реальном моменте времени. Так интересно. То есть никогда, никогда не чарайтесь той работы, которую вас составляют делать. Берите её прям сходу. Серафим Саровский не зря говорил, говорит, даёт вам работе, бегите за послушанием. Вот это даёт, берите, делайте всё. Он понимал, что в этом глубокий смысл. Потому что вы находите в реальном времени, вы находите в текущем моменте, здесь и сейчас. То есть вернуться в реальное время – это наша самая главная задача. Мы всё время умом или в прошлом, или в будущем. Как только ум работает, мы либо в прошлом, да, или в будущем. Ум, он имеет всего две категории, он в реальном моменте не существует. Он либо отстаёт от реальности, либо её опережает. Как только мы молча делаем совершенно тупо, ну, тупо с точки зрения стороннего человека, а так-то это не тупо, это как раз вот то, что и надо. Вот, мы получаем действительно радость от труда, любого труда. Представляете? Так же, как радость получать от вкушения любой пищи. Не от того, что она вкусная или невкусная там, да? А ты вот, когда действительно находишься в этом потоке, он в тебе присутствует, то тогда любая пища кажется очень вкусной. Ну, ведь она не тухлая только, конечно. Ну, свежая, да? Она всегда вкусная. И каждая пища имеет свой специфический вкус. Не просто вот я люблю это вот хочу, а это не люблю. То есть кусочек чёрного хлеба с солью чудесно вкусный. Крем-брюле, вот мой любимый, раньше, так сказать, пломбитчик по тайной, тоже вкусно. Вообще всё вкусно. Так как работа, любая работа. Вот если вы, так сказать, выполняете работу с пренебрежением, или там ещё у вас что-то вот это, такие колебания, хорошо это или плохо, надо ли, не надо ли, значит, вы в пустую тратите время. Используйте любое время, любую работу для продвижения по пути, для сознательной медитативной работы. И не привязывайтесь к результату. Чтобы вас там не ругали, не похвалили, вы максимально добросовестно выполнили работу, всё. Вы выше головы прыгнуть не можете. Но никогда не беритесь за ту работу, которую вы не можете выполнить. Вот есть работа, да? Мне заставь вот делать электричество какое-нибудь, я откажусь, я скажу, что нет, не буду. А вот какую-нибудь тупую работу постирать там, или там пол подмести там, пропылесосить, пожалуйста, посуду гору вымотирать будет, двумя руками. Это жена сделает. А? Это работу и жена сделает. А зачем жена-то? А электричество? Жена пусть читает, пусть там воду пьёт трёхлитровыми банками. У них свои заботы, ужасно. Мне лучше... Вот я человек, который не умеет с электричеством, со всякой вот этой штукой, стихи не умею к праздникам писать, вот людям, говорит, напиши стихотворение там, кому-нибудь к юбилею. Я говорю, я не умею, по заказу не пишу. А? Что? Что попробовать? Я как-то написал, у нас были гости, до сих пор это, так сказать, вот я как вспоминаю, когда я их прочитал, они очень ёжились, потому что я как на самом деле всё написал, четыре стихи, им это не очень нравилось. Поэтому я с тех пор, ни за электричество, ни за стихи, вот к юбилеям не берусь. Электричество у меня четыре раза, в общем-то, как следует. Да, причём как следует. Поэтому я с тех пор, два раза в детстве и два раза уже когда, чуть позже. А я и выкинул, просто я не хочу, я не умею, не понимаю. Когда мне это в чём-то понимаешь, ну я не знаю, в чём я понимаю. Вот пишу какие-то книжки, может в этом я что-то понимаю. Но вот в электричестве нет. Я не мужчина. Я доктор. Так что это шутка, но тем не менее, не беритесь за ту работу, которую вы действительно не можете выполнить. А так ради Бога. Что дают, то и делайте. Это великая вещь. Только тогда поймёте, когда действительно будет у вас вот эта вот сила, этот поток, когда будете сами браться за любую работу. Ну когда есть время-то, ну чё ж, просто так сидеть, а? А если лень? Что? Лень, если. Ну лень, тогда вообще по жизни лень. Что такое лень? Лень этот вот, хотите покоя камня. Камень тоже ленивый, он лежит, лежит. Там тоже ничего не делал, просто лежит. То есть, тогда, наверное, вот лень, это вещь очень опасная. Если вы выбрали этот путь, то лень, что это лень и скука, это вообще быть не должно. Не должно это, всё должно куда-то вот исчезнуть. Не скучать, не лениться, нет. Так что любую работу, если вы выполняете, то ваше активное сознание должно находиться непосредственно в самом процессе деятельности. То есть, не отвлекаться, ни на что в это время, пока делаете что-то. Вот в самом процессе находитесь, тогда работа будет максимально точно, добросовестна и с радостью выполнена. То есть, вы будете использовать это время для практики активной медитации, чтобы ваше активное сознание находилось в текущем моменте времени. Вот это, наверное, тоже одна из очень эффективных форм работы на этом пути. Видите, как много составляющих таких, казалось бы, нигде не отмеченных. Обычно отмечают, что медитируйте, молитесь, еще что-то делайте. А вот эти бытовые в жизни, мы живем все-таки в жизни где-то. Ну ладно, вы можете помолиться, помедитировать по расписанию, а что дальше? А в жизни вы такие же бессознательные, толку мало. Создается иллюзия того, что вы что-то делаете, какая-то видимость, на самом деле у вас никаких результатов нет. не надо имитировать деятельность духовную, она должна все сферы вашей жизни пронизывать. Во всех аспектах деятельности вы должны быть сознательным. По большому счету, потому что тут по малому нельзя. Либо так, либо никак. Не получается чуть-чуть. Чуть-чуть быть духовным, чуть-чуть быть мирским, немножко веселым, немножко грустным. Здесь уж надо как следует и фундаментально. И получится, уверяю вас, если сила у вас будет идти, откройте силу, она все сделает. Опять-таки, дать возможность ей поставить все в вашем существе на места интегральном. Так что лениться здесь нельзя. Вот когда силу открываем, то лени быть не должно. И далее. Очень важная вещь. Человек, который становится на этот путь, он должен принимать все жизненные события, а у нас бывают события, с человеческой точки зрения, приятные и неприятные, принимать их смиренно, как данные свыше. Вот что такое смирение? Смирение – это вообще единственная практика, универсальная практика, достижение, достижение вот этой абсолютной свободы, достижения Господа. Кроме смирения, никакие практики, если мы будем говорить о практике, не позволяют нам находиться в полном контакте, в постоянном контакте с этой высшей силой. Все остальные практики, они дают нам возможность открыть эту силу, но для того, чтобы она постоянно у вас присутствовала, и чтобы вы ее не теряли, вот именно практика смирения есть единственная форма работы. Это и цель, и метод, и результат. Вот человек абсолютно смиренный, это человек, который пребывает в божественном санжен. Что такое смирение? То есть это отсечение эгоистической воли, то есть ты действуешь и работаешь только вот согласно той воле, которая входит в макушку твоей головы, да? То есть божественная воля, которая сверху через тебя действует, ты работаешь. Вот практика абсолютного смирения, вот если мы с вами будем читать Евангелие от Иоанна, он нигде не говорит там о молитвах, нигде не говорит о том, как себя надо вести, то есть не акцентирует на повседневном поведении внимание, он говорит только о смирении. То есть когда я прочитал Евангелие от Иоанна, я понял, что человек, который прошел, прошел весь этот путь, что-то он делал, безусловно, на подступах вот к тому, чтобы достигнуть истинное смирение, пребывать в божественном, но когда он это достиг, когда он в состоянии был уже в этом, он кроме как смирения слово другого произнести не мог. Потому что пребывание в божественном – это смирение. Чем меньше я, тем больше Бога. Несмирение – это проявление нашего эго. Как только эго появляется, все. Так вот абсолютное смирение – это абсолютное пребывание в божественном. Если нет этого абсолюта, то тогда все это как бы частично. То так, то так. То есть практика смирения – это единственная форма, единственный метод трансмутации нашего прошлого, кармического прошлого. Если не будет смирения, то с прошлым, с кармическим, мы никогда не рассчитаемся. Поскольку смирение – это принятие всех событий текущей нашей жизни. В основном это будет неприятные события. Принимать как данность свыше. То есть понимать, что мы заслужили, заслужили эти события в настоящем. Поскольку это наше прошлое, вернувшееся к нам сегодня. Педагогическая такая, так сказать, форма воздействия на наше сознание. Мы пытаемся постоянно, если что-то у нас происходит не то по человеческим меткам, как нам кажется, что, чего мы не заслужили, пытаемся оправдываться, пытаемся приложить винову, засостоявшись на кого-то другом, на стечение обстоятельств какие-то. Это тонкая форма педагогики, поскольку практика смирения – это практика, которая позволяет нашему кармическому педагогу проверить, насколько мы выучили наши уроки, уроки из прошлого. Поскольку вся наша прошлая жизнь – это, как правило, если мы пришли сюда на землю, безусловно, это череда тех событий, в которых мы наделали кучу всяких ошибок. Это массовое навязывание этих кармических узлов. И для того, чтобы их развязать, надо очень просто принимать события текущей жизни как факт, как данность и за всё ещё быть благодарным Богу. Это вообще высший пилотаж. Вот тебя бьют, а ты благодаришь Бога. И вот где-то в течение полугода, это минимум полугода, если вы смиренно, действительно, истинно принимаете всё, что происходит с вами в настоящей текущей жизни, то ваше обучение может быть закончено. Если вы сумеете за этот период, искренне смиряясь, убедить этого педагога, что вы действительно не терпите, не ждёте награды в смирении, что вот я сейчас смиряюсь, а потом меня наградят путёвкой на тот свет, ну, туда. Нет. Вот искренне, истинно, готовы вот ко всему. Я говорю, согласитесь умереть, получите всё сразу. Будьте готовы ко всему. То есть смирение это удивительная вещь. Вот сама энергия смирения это то, что абсолютно, абсолютно, так сказать, стопроцентно трансмутирует всё наше прошлое. То есть мы начинаем жизнь свою, кармическую деятельность из чистого листа. То есть прошлого не существует. Какие-то вещи мы покаянием вылечили, да, вспомнили, покаялись, раскаялись, отсекли, новых узлов не завязываем, а если нам жизнь преподносит уроки из прошлого, вот, мы смиренно их принимаем. То есть мы поняли, педагогика, так сказать, нам становится ясна. Если мы, ученики, понятливые, или родивые ученики, то, наверное, чё же нас бить-то будет жизнь? Раз побило, два побило, три побило. А если мы пытаемся оправдываться, сопротивляемся, изворачиваемся, вот, будет ещё бить. Это факт. А с какого-то момента, ты думаешь, ну, куда всё делось? Ну, если ты ищешь не смирелся, то чё ж тебя ещё-то в угол ставить, шлёпать, да? А вот когда человек не понимает, то вначале какие-то вот такие лёгенькие бывают моменты, ну, так тебя шлёпнут и смотрят, как ты себя ведёшь, не понимаешь, да? Побольнее, вот, тогда, может, поймёшь, тоже не понимаешь. Потом сразу как шарахнет, тогда, наверное, человек, ну, начинает обращать внимание, боже мой, за что же, я вот и к Богу иду, и молюсь, и вообще всё делают. Да ты не смиряешься, потому что свою прошлую кармическую программу, ну, как-то игнорируешь, не пытаешься её трансмутировать. Так что получается? Выходит, что вот человек, знаете, вот такая интересная ситуация. Вот тебе дают одно, даёт другое, даёт третье, ты сопротивляешься, сопротивляешься, сопротивляешься. И тебе всё больше, больше накручивать, навязывать, ты уже не знаешь, куда тебе деваться. И тогда некие врачеватели кармы говорят, ну, есть у нас врачеватели кармы, да, люди, которые изучают карму, говорят, а ты извлекай уроки из этих событий. Так вот, какой единственный урок можно извлечь из событий прошлого? Принимай всё, что тебе даётся в настоящем, вот тогда ты действительно извлёк урок. А если ты будешь из конкретного случая, то есть, извлекать урок, вроде бы, почему у тебя там финансовая операция какая-то там не получилась, и ты будешь думать, а вот по какому вопросу надо было поступить вот так, хитрее, то есть, знаете, это не есть способ трансмутации кармы, либо по каким-то житейским вопросам, знаете, так вот бывает, больно, иногда бьют, мы тоже пытаемся какую-то логику здесь применить. Нет, примите всё, поблагодарите Богу, заслужил, поймите, что это заслуженная нами данность, ради Бога. Как только вы это поймёте, искренне поймёте, проблем не бывает, уроков не будет. Правда, могут преподнести последний урок такой, как следует, да, тем, кто, ну, ещё не очень, а тем, кто очень, всё состоял, всё же вас ещё мучает. Это же не какой-то садист, Господь, который вас, из вас верёвки вить хочет. До тех пор, пока вы не поймёте этого, нет смирения, ну, наверное, будет больно. А как только появляется смирение, проблем никаких нет. То есть, вот эта ткань, та самая ткань с массой этих кармических узлов, она перестаёт существовать. То есть, как бы вы на другом уровне уже появляетесь, то уже не связаны вот с теми процессами, в которых вы, ну, как бы были задействованы, совершают массу таких ошибок. Ведь и наша жизнь, она человеческая, обычная человеческая жизнь, состоит из такой череды совершений ошибок, да, массовых ошибок, и постоянно в их исправлении. Мы совершаем, исправляем, совершаем, исправляем, то есть, не живём, а исправляем постоянно ошибки. Так вот, с какого-то момента, если вы искренне смиренные, практика смирения в полной мере, так сказать, вами реализована, то вы ошибок тоже не совершаете. Да пребываете уже в божественной силе. Она не допускает совершения ошибок. Вот такой парадокс. Смиренно принимая, как бы, настоящее, вы рассчитываетесь с прошлым, и вот этот рубеж, всё, у вас начинается новая жизнь. Так что смирение – это отнюдь не какая-то слабость. Смирение – это обретение мощной, духовной такой, так сказать, силы. Это духовная сила, мощнейшая. Попосредством практики смирения вы обретаете вот эту духовную мощь. Потому что, как выбрасывая себя вовне, всё, какая там мощь. Вы боретесь опять с ветряными мельницами. Вот это плохо понимается людьми. Другой смиряет слабость. А как же так, я вот подставлю другую щеку? Да, подставляй. Вот только тогда можно порвать цепочку кармических этих самых вот воздаяний. Вот тебя ударили, а ты подставь. А тот посмотрит. Бить тебя или не бить уже? Если ты подставил. То есть ты готов? Готов принять. То есть весь очень тонкая. Но единственный способ рассчитаться с прошлым. По-другому никогда не рассчитайтесь. Никогда. То есть никогда не начнёте новую жизнь. Ну, кармическую жизнь, я имею в виду, с чистого листа. Ну, это как бы покорность что-нибудь? Ну, наверное, покорность, да, может быть, вот слово покорность. Но это то есть покорность судьбе. Ну, может быть. Мир с Богом. Смирение. Мир с Богом. Смирение перед Богом. Вот если Бог тебя бьёт, Бог бьёт. Не жизнь бьёт. Мы же обычно думаем, жизнь бьёт, люди бьют. На самом деле, у Бога-то одна задача. Вернуть нас, заблудших, на путь истинный. Какие формы он избирает, это его, так сказать, прерогатива. Чем он пользуется. И вот одна из форм, вот это, это кармические вот такие удары, которые активно сопротивляющиеся, получают. Хотя он способен к серьёзной духовной работе. Кого Бог любит больше всего, кого он отметил, он больше и бьёт. Он не бьёт многих, но смотрит. А вот почему его не трогать? Да не трогает, потому что он ещё и не готов к тому, чтобы его трогали-то. Он ещё выполняет свои какие-то там дела, он ещё кармические узлы навязывает потихонечку. Потом его тоже тронут, но попозже. Может быть, не в этой жизни. Да. А вот кого трогают-то, на того надо, тот и должен обращать внимание, что он живёт как-то не так. То есть он отмечен Богом, как Россия, отмеченная Богом. Сколько шлепков получил в 20 веке? Именно Бог отметил кармический гарамил. Вот так же в жизни человека. А это проявляется в болезнях, в неудачах таких, так сказать, в медских, всяких психологических неприятностях. Много всяких неприятностей, вариантов, которые используются для вот этой педагогики кармической. Их много. И вот поэтому надо смиренно это принять. Это не признак слабости, это признак понимания и признак духовной силы, обретения духовной силы. Вот тогда всё будет в порядке. И чем сильнее эго человек, чем он более, что ли, сопротивляется вот этой педагогике, тем сильнее ему испытания преподносятся, тем они более значимы, как бы вот такие, глобального масштаба бывают. Ну, в смысле, человеческом глобального масштаба, не в планетарном. А вы найдите мне человека, у которого нет кармических грехов. Зачем он на эту землю тогда пришёл? Тех, у кого нет, их здесь уже нет. Их уже здесь нет. Это вы считаете, это вы, так сказать, не Бог, а вы судили, что нет кармических грехов. Откуда вы знаете, есть или нет? Он вам справку, Господь выписал, что человек пришёл без кармических грехов. Он сюда бы не пришёл. Вот, поэтому те, кто уже состоялся, что им здесь делать? Поэтому человечество всегда одинаковое, поскольку люди уходят туда, на тот план, и остаётся всегда вот те, которые греховные, и все одинаковые, все равные тут. А то мы думаем, что если бы всё-таки плоды духовные были, то в каждом воплощении, смотрите, вот сейчас бы всё грандиозно, да нет, они тонкий план пополняют. А тут второгодники, третьегодники, ну, всякие, неуспевающие, да. Надо понимать, мы же все с вами на равных тут. Так бы и не пришли. Поэтому, чем раньше это поймём, чем скорее вот эту практику к смирению мы, ну, как бы, в арсенал средств вот этих духовных реализуем, то это будет вообще великая вещь. Это закон, попробуйте, проверьте. Это только на практике способны быть проведены. Теоретически мы можем в чём-то сомневаться, но если мы выбрали этот путь, и если мы действительно созрели для этого пути, и если упорно сопротивляемся, не смиряемся, нас будут бить. и чем раньше мы начнём, так сказать, вот эту практику смирения, ну, не культивировать, а, наверное, ну, что делать? Ну, применять или использовать как метод, тем скорее мы достигнем эту цель. Цель быть смиренным, это одна из целей. Смиренный человек, человек, пребывающий в Боге. Он духовно силён, а не слаб, как многие думают, что смирение – это признак слабости. Совершенно разные вещи, если понимать под смирением смирение. Не рабская покотность, вот бывает тебя лупят, а внутри ты не смирен. Попробуй тебе дай свободу, ты на свой хозяина набросишься, да? Это не смирение отнюдь, это терпение, он ждёт, ждёт, а потом укусит хозяина. Не надо никогда путать смирение с вот такой вот рабской покотностью, такой снастороженный, готовый укусить. Это разные вещи. А смирение – это всё понимать перед Богом. Я заслужил, да. А вот там, говорит, там с детьми и что-то, да, и с детьми тоже. Не ищи оправдание. Просто мы в ответе за своих детей. Дети тоже имеют свою кармическую программу, честно говоря, они тоже приходят сюда не случайно. Поэтому здесь надо быть очень-очень, так сказать, благодатным Богом за все неприятности, которые мы претерпеваем в этой жизни. Это высший пилотаж смирения. Спасибо. Болезнь получилась? Спасибо за болезнь. Вот можем облагодарить? Нет, мы бунтуем. Ну, бунтуем, значит, бунтуем. Доктору спасибо скажем. А? Доктору спасибо скажем. Доктору спасибо. Что он вас, диагноз вам поставил. Так что практика смирения это удивительная вещь. И каким бы, вот я сейчас подчеркиваю, каким бы, каким бы вы путем, молеченном ли, либо вот медитативным не шли по этому пути, как бы способов не использовали, смирение там и там лежит в основе. И если вам на предлагаемом пути, ну, кто-то предлагает вам путь, я всегда говорю, если вам не предлагают и не говорят о той единой силе, которую надо открыть, которая способна вас трансформировать, если вам не говорят о духовном рождении, то в один момент вы можете стать совершенно другим человеком. И если вам не говорят, что практика смирения это единственная форма трансмутации вашего кармического прошлого, то это не имеет никакого отношения к пути сознательной духовной эволюции. Вот эти три кита это основа. И какие бы красивые слова там не говорились, все это от лукао, все это от человеческого эго, все это, ну, человеческое, но не божественное. Это большая разница. Пусть даже высшее человеческое, но к божественным это отношение не имеет.